Две позиции, которые будут исходить от антисемитов, антисемиты, так можно написать, антисемиты и милиция. Знаете, я скажу, что не в каждом городе можно сталкиваться с проблемой, которую иногда создает милиция. Ну, например, в Одессе мы с этой проблемой не сталкиваемся. Но опять же, в той Москве мы сталкивались с этой проблемой постоянно. Наши миссионеры, которые выходили на улицу, участники кампаний, они периодически попадали, как просто говорят, в обезьянники, на очередные три часа до выяснения. То есть милиция имеет право задержать вас, особенно в Москве, это очень сильно распространено до выяснения вашей личности, даже если у вас есть документы и так далее. И вот они очень часто пользовались этим, и практически ни один не пропустил из наших миссионеров, участников евангелизации для того, чтобы побывать в милиции. Каждый прошел через это. И скажу вам, что пытались воздействовать на нас так же само в Белоруссии, в Минске. Нас просто забирали постоянно с улицы, забирали в милицию. И уже мы конкретно как-то спросили просто, ну, скажите, ну, какой в этом смысл? То есть вы нам ничего не можете там, ну, как бы, да, ничего предъявить и так далее. То есть какой в этом смысл? И один прав сказал, нам дали указание, мы его исполняем. И все. То есть им самим уже было, знаете, там, потому что каждый, кто попадал из наших людей в милицию, каждый начинал что там делать? Проповедовать всем подряд, понимаете? И у них уже у самих вот такая голова от этого была. Они уже сами были не рады, что каждый раз им нас приводят туда. Ну, хорошо, судят за такую там решеточку, знаете, и там сидят разные люди. Кроме нас там всегда кто-то был еще. Вот, кроме наших миссионеров. То какой-то там бомж, то какого-то пьяницу привели, то проститутку, знаете. И вот наши люди сидят, и всем, значит, ну, естественно, во все горло, значит, проповедуют в этом участке. И были некоторые, которые попадали по несколько раз. У нас была сестра одна, она была у нас в Одессе музыкальным руководителем. И она впервые участвовала в евангельсированной компании. Ей особо везло. Ее постоянно забирали в милицию. А она такая, знаете, у нее такой характер. Саша помнит ее. У нее такой был характер. Она ушла в вечность уже, просто несколько лет назад. Она жестко так, знаете. Вот какая она была в мире такой жесткая, знаете. Так она такая стала, ну, как бы для Христа. То есть в том отношении, что вот проповедуют, значит, знаете, с таким напором, без всяких компромиссов там, без ничего. То есть. И когда ее приводили снова в участок, этот там, который сидел, он говорил, вы можете ее больше уже не приводить сюда? Берите кого-нибудь другого. Ну, хватит уже, в конце концов. Так что, в действительности, то есть, будем надеяться и верить, то, что в Одессе, как бы в этом отношении все будет по-прежнему оставаться так, как оно и есть. Но может быть такое, что вы сможете столкнуться с действительностью, с такой оппозиции где-нибудь в другом месте. Поэтому, хочу просто ознакомить вас, как себя вести в таких случаях. Значит, первое, кем они представлены? Чего? Кем они представлены? Ну, антисемиты и милиция. То есть, ну, как мы рассматриваем две эти группы. Значит, ну, обычно это либо частные лица, либо антисемитские группировки. И я вам уже много раз говорил, да, что в Москве их много было, этих группировок. У нас чаще всего это может быть выражено, ну, в таком плане, как бы на каком-то бытовом уровне, да, ну, там, как мы сегодня смотрели этот фрагмент, что женщина кричала, не берите, да, это евреи, не надо брать у них ничего и так далее. То есть, многие могут просто пройти, да, и там оскорбить вас, сказать, что вы жиды или что-нибудь в таком роде, жидовские прихвостни. Все заканчивается обычно на этом. То есть, у нас нету больше каких-то таких, ну, проявлений, чтобы это были какие-то группы такие, знаете. Но другие районы, да, например, может быть, западная Украина, там вы можете встретиться, в действительности, с группами уже такими антисемитскими. Россия тоже можете встретиться с группами антисемитскими. Поэтому они представлены частными лицами и антисемитскими группами. Их цель. Их цель, первое, это устрашить вас. И второе, утвердить самих себя. Часто, знаете, ну, люди подходили, например, и говорили, если ты через две минуты отсюда не уйдешь, мы тебя и забьем. Или если ты сейчас не исчезнешь с этого места, мы тебя убьем. И на самом деле, знаете, никогда никто не возвращался. Это были просто, ну, запугивающие такие слова. Человек подходил и там начинал тебе угрожать, что с тобой что-то будет и так далее. Там строил гримасы, знаете, там такие лица, такие, в общем, там, чтобы тебя напугать каким-то образом, чтобы ты ушел с места. Поэтому их цель такая-то, ну, как бы, знаете, напугать вас, устрашить каким-то образом. И я скажу вам, чтобы вы знали, не бойтесь никогда тех, кто просто приходит вас, пугает. Они никогда не сделают ничего плохого. Потому что их максимум хватает на то, чтобы вот, да, постоять и, там, знаете, на вас, там, так, страшилки, да, такие делать, вот. На самом деле, люди, которые хотят вас ударить, они не будут вас предупреждать о том, что они вас ударят. Они проходят или пробегают, ударяют и убегают. И тут же исчезают, знаете. То есть люди, которые настроены на то, чтобы причинить какой-то физический вред, они это делают без всякого предупреждения. Обычно те, которые подходят для того, чтобы вас попугать, они просто приходят для того, чтобы вас попугать. Бывает, иногда они возвращаются снова. А, ты еще на этом месте? Ну, все, значит, наше терпение закончилось. Сейчас точно мы придем и будем, значит, здесь тебя убивать. Ну, знаете, что никто на самом деле не придет. Это просто угроза. Поэтому их цель – это устрашить вас. И, знаете, в этом утвердиться самому. Когда, знаете, человек вас пугает, я скажу, чаще всего этот человек на самом деле сам внутри боится. И если вы вдруг испугались о его угроз, то он утверждается – меня кто-то испугался. Знаете, он как бы себя чувствует таким героем просто. От того, что кто-то его испугался. Их методы. Как я сказал, запугивание. И, знаете, запугивание может выражаться не только словесно. Например, если подойдет группа, они могут окружить вас. И когда вы находитесь в кругу людей, которые настроены по отношению к вам агрессивно, это в действительности страшно. Потому что вы не знаете, что может произойти. Знаете, один может говорить, а другой может вас ударить. Вот. Поэтому они могут таким образом действовать. Угрозы, то, о чем мы уже говорили. Возможно, даже физическое насилие. Обычно физическое насилие, оно заключено в том, чтобы, знаете, вырвать у вас литературу, порвать ее. Были такие случаи, что, знаете, женщины просто иногда удивляют. Ну, когда мужчина, допустим, еще так себя ведет, знаете, ну там. Но бывали такие случаи, когда женщины себя вели таким образом, что до сих пор вспоминаешь и думаешь, как такое вообще возможно. Но когда ты знаешь духовный мир, то понимаешь, что это возможно. У нас, если вы видели, да, вот такие большие сумки были, на которых было написано «Ишо». Вот. Женщины вырывали литературу таким образом, что разрывали эти сумки просто, знаете. Вот. Они достаточно такие прочные, хорошо шитые. То есть они как бы не приносили лично вам вред, да. Ну, там они хватались за эту литературу, пытаясь ее вырвать у вас, разорвать, там, сумку вам порвать. То есть все вот направленное такое. И так же физическое насилие в прямом смысле. То есть что они все-таки могут прибегнуть к тому, чтобы ударить вас или толкаться, знаете, то есть каким-то образом, чтобы все-таки напугать вас, запугать вас, чтобы привести вас к тому, чтобы вы ушли оттуда. Наша реакция на проявление различного вида такой позиции. Первое, мы должны никогда не уходить с места, сорти, где вы были поставлены. Второе, не общайтесь с ними. Лучше всего просто, даже, знаете, игнорировать все это. Не показывать страх. Не показывайте страх. Важно не применять силу в ответ и не защищаться. И последнее, не дискутировать с ними. Пятый пункт. Почему мы не должны уходить или убегать, бить в ответ или защищаться? Значит, если вы имеете дело с милицией. Первое, если они не обращают внимания на вас, не обращайте внимания на них. Это простое предложение. То есть не думайте, что каждый милиционер – это тот, который будет иметь, ну, какие-то неприятности вы будете иметь от него по отношению к себе. Значит, если они не обращают внимания на вас, не обращайте внимания на них. Второе, если они говорят с вами, то тогда будьте вежливы, во-первых. Во-вторых, представьтесь и попросите, чтобы он представился. После того, когда милиционер представится, они обязаны это сделать. То есть это по закону. Они не могут просто подойти и чего-то требовать от вас, они должны представиться. Назвать фамилию, там, звание свое и так далее. Вы должны внимательно послушать, повторить и запомнить. Также необходимо запомнить его знаки отличия, если они у него есть. Значит, нужно самому представиться, так, попросить, чтобы он представился, повторите его имя, фамилию, знаки отличия и запомните это. Ну, можете даже записать, да. Иногда, знаете, было такое, что когда вы, например, доставали блокнот и записывали его имя, фамилию, звание, да, то он остывал сразу. Это не в Америке, это здесь, в Москве. Я рассказываю вам опыт, который мы имели здесь, в СНГ, с 91-го года. Последние 17 лет, то есть мы прошли через разные моменты истории и разное поведение милиции и всех остальных. Что-что? И вы знаете, что тогда и милиция себя ввела совершенно по-другому, чем сейчас, даже здесь, в Украине. Сейчас ее ведут совершенно по-другому, чем вели раньше. Сейчас ведут лучше себя, намного. Сейчас милиция более вежливая и так далее, то есть без особой причины, как бы, к вам не пристанут. Если пристают, например, объясняют, по какой причине и так далее, то есть на каком основании, почему. Сразу представляются милиционеры и так далее. Раньше нет, было по-другому. Могли просто вас взять без всякого объяснения и там тащить в участок, а потом в участке там что-то объяснять и разбираться и так далее. То есть многое изменилось с 91-го года, я скажу вам. Поэтому для чего вам нужно запомнить его имя, фамилию и звание? И с какого участка он сам находится? Ну, в конце концов, если что-то будет не в порядке, да, к вам будут применены какие-нибудь неправильные действия, то в итоге можно, на самом деле, можно обращаться в суд по отношению к этому человеку. И когда вы записываете его данные, он может спросить, а зачем вы записываете мои данные? И вы тут же скажете, что я хочу знать, с кем я имею дело. И если будет на то причина, я смогу обратиться к вашему руководству. И знаете, многие милиционеры тут же остывали в своих действиях. То есть, во всяком случае, они меняли свои отношения, они вели себя вежливо, без всякой хамовщины и так далее. И были случаи, когда мы обращались к руководству их. И, например, после этого милиционер больше не подходил к нам этот. Было и такое тоже. Потому что то, что делаем мы, мы делаем на законном основании. Во всяком случае, здесь, в Украине точно. По двум статьям Конституции о свободе слова и свободе совести. Мы имеем право раздавать литературу в любом общественном месте. Кроме частных каких-то территорий, которые принадлежат кому-то. Это по закону. И поэтому нас, как людей, которые представляют христианские организации, должны тоже уважать. Вы должны это знать. Вы знаете, почему многие люди страдают сегодня? Потому что они просто не знают своих прав. И вы понимаете, и многие пользуются даже, ну, скажем, представители власти этим, что люди просто не знают своих прав, и они как бы ведут себя, может быть, где-то хамски и так далее. Поэтому нужно знать свои права на самом деле. И я скажу вам это по Писанию. Что мы должны уважать свои власти, да? Ну, и с другой стороны, власти должны уважать нас также. Если мы не нарушаем никаких законных требований государства. Значит, если он скажет вам, чтобы вы уходили, я говорю сейчас о милиции, да? Если он скажет вам, чтобы вы уходили. Вам необходимо объяснить ему по очереди. То есть некоторые вещи вам придется ему вначале объяснить. Во-первых, что вы раздаете бесплатную христианскую литературу. То есть, что это никакая не реклама, что это бесплатная христианская литература. Вы не причиняете никому никакого вреда и нет закона против того, что вы делаете. И задать ему вопрос. Вы не возражаете, если я останусь на этом месте? И продолжу раздавать литературу. Если он будет настаивать, вы продолжаете ему объяснять, что вы регулярно подбираете все бумаги, которые бросают люди. То есть вы следите за тем, чтобы не было беспорядка от того, что люди бросают те трактаты, которые вы раздаете. Вы ничего не продаете. Вы ему говорите, что я ничего не продаю и раздаю литературу абсолютно бесплатно. Потом напомните ему о законе Конституции Украины, что вы имеете право это делать по двум статьям закона Конституции о свободе слова и свободе вероисповедания. Я посмотрю и скажу вам тогда, хорошо? Иногда, знаете, мы даже мы даже просто распечатываем каждому, кто вот ходит на улицу, мы иногда даже просто распечатываем две эти статьи для того, чтобы люди показывали. И обычно, знаете, на милицию это действует. О свободе слова и свободе вероисповедания. Две статьи Конституции, на основании которых вы имеете право распространять литературу и говорить людям о своей вере. Свобода слова и свобода вероисповедания. Если не помогает и это, то тогда скажите ему, что вы здесь будете только до вот там того времени, которое вы будете. Но в конце концов, если он все-таки настаивает на том, чтобы вы ушли безоговорочно, то вам нужно сделать что? Первое, подобрать все валяющиеся братсады. Подойти к своему тим-лидеру или партнеру по команде. Обычно мы ходим вдвоем на сорте. Подойти к своему тим-лидеру или партнеру по команде и поменяться с ним местами. Но бывает так, что, знаете, милиционер приходит снова. Если он скажет вам уйти после того, как вы поменялись местами, продолжайте раздавать литературу на ходу по мере продвижения к вашему лидеру. Так это же же лидер вроде бы там стоит. А? Да, можно ходить. Ну, то есть вам необходимо будет тогда сообщить своему партнеру, ну, то есть с кем вы в команде, о том, что ситуация такая, что вам не дают возможности просто стоять действительно. и тогда вам нужно договориться и найти где-то рядом место другое, которое вы могли бы, ну, занять, для того, чтобы продолжать раздавать. Все равно территорию ту вы не покидаете. Понятно, да? Ну, в результате, то есть, как бы, вас могут забрать в участок, ну, если вдруг уже будет такой инцидент, вас могут забрать в участок, а в участке вам нечего будет, ну, им нечего будет вам, ну, предъявить, да. По этой причине, как бы, они поговорят там с вами и все равно выпустят вас. А? Ну, время пройдет, да, но это худший вариант, как бы, то есть... А если набьют? Если вас забрали, да, вы желательно, вы даже можете милиционеру сказать, что я должен предупредить о том, что, ну, чтобы не переживали, что вот я иду с вами в участок, то есть... Бывает по-разному. Бывает не разрешают, бывает не разрешают, но бывает разрешают. Не имеем права в зону? А? Имеете, имеете право. Даже не имею права в зону. Итак, перейдем к вопросу, если вас арестовали. Спасибо, да, я. Потому что там есть такая раздеваемая несанкционная акция. Такое положение. Ну, есть такая мотивация в милиции, несанкционированная акция. Это должно быть зарегистрировано городскими властями, разрешение городских властей. И при тебе должно это быть. Если этого нет, у них мотивация. Другое, они могут в каком-то административном или психологическом обвинении предъявить какие-то требования. Это очень существенно. Понятно. Ну, значит, нужно знать некоторые моменты, связанные с этим. Для того, чтобы назвать несанкционированной акцией, вас должно быть на месте не менее пяти человек. На одном месте. То есть это уже приравнивается к тому, что это какая-то специальная акция или даже митинг. в результате чего, то есть могут в действительности вас обвинить в том, что вы не получили разрешение специального у правительства, да, местного, для того, чтобы проводить такое мероприятие. Так как вы находитесь на этом месте один, или в лучшем случае вас где-то рядом стоит двое, то это не подходит под статью, которую говорят о том, что это несанкционированная акция или какой-то митинг. Кроме того, если вы делаете это в рамках от евреев за Иисуса или от своей общины, то в уставе евреев за Иисуса в общине есть разрешительные документы, которые говорят о том, что община или евреи за Иисуса имеют право на то, чтобы распространять бесплатную литературу на улицах города, свидетельствовать людям и так далее, и так далее. То есть это уже разрешено заранее. Понятно? То есть на основании этого никто вам не может запретить. Если мы проводим какое-то мероприятие, где нас собирается от пяти человек и больше, в действительности нам нужно и то не получить разрешение даже, а нам по закону нужно уведомить власти о том, что мы это делаем. Закон надо знать и использовать его для того, чтобы поступать так, чтобы иметь правильные действия. Пожалуйста. Дело в том, что юридически, если рассматривать ситуацию по поводу акций, один человек, он никогда не будет рассматриваться акцией, и даже если вам будет этого навязывать. Один момент. Из-за чего, допустим, как вы для института, допустим, является как организация, или общественная группа, допустим, людей, которая, она имеет как юридическое лицо, а допустим, как отдельное, где я буду стоять, я как физическое лицо. Понимаете? И там есть очень... Вот как физическое лицо, как один человек, вы имеете право это делать в любое время, когда вам хочется. Главное, чтобы это было общественное место. Это не может быть частной территорией. Но общественное место, вы можете как вообще сами по себе, вы можете находиться в любом общественном месте и говорить о себе, что угодно, даже в том, что вы президент и так далее. И никто вам не может... Ну, в данном случае могут вам предложить только дурдом, конечно, но я имею в виду, что к вам применить никто ничего не может, потому что это по закону вы имеете право на это. Я и скажу вам, что в некоторых местах, где в действительности происходило так, что мы не могли, допустим, выступать как организация, мы выходили на улицы города и если мы имели дело с милицией, то мы представляем, мы говорим, мы не организация. Я верующий в Иисуса, еврей. И я свидетельствую, вот у меня написано, что я еврей за Иисуса. Я еврей. Я верю в Иисуса. И я рассказываю людям об Иисусе. Я выступаю не как организация, я выступаю как верующий человек, как личность. А реально? А? А реально как вы выступаете? Реально мы приехали туда все вместе, но каждый шел на улицу, мы послали каждого человека и мы сказали о том, что каждый человек в этом городе, мы не можем быть как организация. Мы приехали и мы сказали, мы не можем быть здесь как организация. Но мы пригласили верующих из разных церквей. И мы сказали им, что мы не можем, вы не можете быть как организация, как часть нас здесь, потому что мы здесь не представлены. Но вы можете быть как члены своей церкви, как общины, ну члены своей общины, как просто, ну, каждый верующий. Вы хотите участвовать, мы предложили людям, в такой евангелизации, где каждый будет представлять, ну, себя как верующего человека, не как организацию евреев за Иисуса. Люди сказали, хорошо. И у нас не было никаких проблем в этом отношении. Несколько раз милиция выясняла отношения, как бы, и так далее. И после этого все закончилось. Все прошло очень хорошо. Как правило, милиция приходит по одному вопросу. Взять деньги. Так как они, или же, в часах нечего дать, не надо. Ну, может быть и так. Итак, если все-таки вас арестуют. Значит, первое, что вам необходимо сделать, это узнать фамилию офицера. Тот же порядок. Вам необходимо быть вежливым и не проявлять никакой враждебности. Вам нужно спокойно настаивать на своей невиновности. Вам необходимо спокойно настаивать на своей невиновности. попросите копию любого рапорта, который они составят. Да? Значит, первое, если вас арестуют, узнайте фамилию офицера. Второе, будьте вежливы, не проявляйте враждебности. спокойно настаивайте на своей невиновности. Спокойно настаивайте на своей невиновности. попросите копию любого рапорта, который они составят. Повторите то, что они скажут вам и запомните. Сделайте то, что необходимо. Да, можно. Я повторю. Спокойно настаивайте на своей невиновности. Попросите копию любого рапорта, который они составят. Повторите то, что они скажут вам и запомните. Сделайте то, что необходимо. Чтобы уйти быстро, не лгите. Но не лгите. Сделайте то, что необходимо. Чтобы уйти быстро, но не лгите. Денег вы не дадите, потому что, если вы участвуете с нами в евангелизации, это особое правило. Вы денег с собой не берете. Поэтому денег вы никаких не заплатите. И платить не за что просто. А если рапорта составлены, скажем, я так говоря, неправоподобные? Просто не подписывайте его тогда. Наберешь? Нет, вы имеете право не подписывать. Даже когда вино. Честно говоря, знаете, в Одессе один раз в действительности меня забрали в милицию и надавали мне. И то, была причина, потому что, я сейчас вам расскажу. это были сугубо политические события в Одессе происходящие. Может быть, кто жил в то время в Одессе, это когда мэром был Гурвиц, но должен был стать Боделан. и люди какие-то там забастовки устраивали, что-то там такое происходило в городе. И город был как бы территориально даже поделен. то есть один базар как бы считался за Гурвицом, другой базар считался за Боделаном. И как бы я вот стоял на одном рынке, раздавал литературу, я не помню точное название, ну, должны были быть выборы, и мы раздавали вот именно к выборам какие-то братсайды. этот рынок, на котором я стоял, он как бы территориально был за Боделаном. И меня тут же взяли подрученьки, ничего не объясняя. Как бы подошла милиция, забрал, вообще ничего не спрашивая, просто. А, нет, извините, вначале они несколько раз как бы говорили мне, чтобы я просто ушел. Я никуда не уходил. Тогда они просто подошли, взяли меня, причем это была не милиция, ну, которые меня подобрали. Это были люди в штатском, не представившись никак, что это милиция и так далее. Вот. Они меня завели, как бы в управление этого базара, объяснили, что я не могу здесь, ну, ничего раздавать с точки зрения как еврей, потому что это автоматически, как бы говорит о том, что я, как бы, агитирую за Гурвица. Вот. Но я объяснил, что, во-первых, я не агитирую ни за одного, ни за другого, потому что этот вопрос меня абсолютно не интересует, ну, в данном случае, потому что я здесь агитирую только за Иисуса. А вот. И сказал, что я никуда не собираюсь уходить, но и буду продолжать здесь раздавать. В результате чего мне хорошо дали по печени. А вот. Причем так, что мне еще где-то месяц хорошо болел Бог. А вот. Ребра ныли и так далее. Я вышел и стал посреди базара и продолжал раздавать. В этот день меня уже больше никто не трогал. Ну, я тогда получил в действительности. То есть. Но принцип был, из-за чего вообще все это произошло, это был чисто политический характер. Никакого отношения вообще на самом деле не имел к религии. Понимаете? То есть больше таких инцидентов вообще в Одессе ни с кем не происходило. Ну, в смысле, вот связанных с милицией. Еще как-то, помню, там на привозе пару раз как-то забирали и то это было в 90-х. Забирали там, потому что что-то там они тоже не могли поделить. Чего это вы здесь стоите? Связано было с тем, что все, кто стоят на привозе, должны платить. А мы стоим на привозе, никому не платим. Понимаете? Вот. И поэтому нас тогда несколько раз забирали, там выясняли и так далее, и так далее. Мы много раз объясняли, что мы никому ничего не платим, потому что мы не занимаемся никаким бизнесом. И в итоге от нас отстали. Вот и все. Все проблемы связаны, например, с Одессой. Например, проблемы, связанные с Москвой, это совершенно другие проблемы. Потому что там все как бы под особым контролем. Все связано на то, что вдруг кто-то террорист, вдруг призывают какой-то политической какой-то там агитации или чего-то еще, потому что в метро не хотели, чтобы ни к чему раздавалось, и так далее, и так далее. То есть была совершенно другая ситуация. То есть официально как бы тогда в 90-х тоже нас не могли выгнать, потому что не было основания. Знаете, сегодня ввели просто закон новый. Например, в метро сегодня нельзя раздавать по закону. И это просто запретили. выпустили закон, на основании которого метро стало как акционерное, типа предприятие, как частное предприятие. И то есть если там ты хочешь раздавать, ты должен получить разрешение в метро, другими словами, купить это разрешение. И ты можешь раздавать внутри метро. То есть сегодня если идти в метро, надо либо купить разрешение на продажу, или ты не можешь там раздавать. Как реклама должен заплатить. Да, как в качестве рекламы. Мы ходили, то есть скажем так, до выпуска этого закона мы раздавали, нас всячески пытались просто оттуда вытеснуть. Законных оснований запрещать не было, да. То есть придумали всякие вещи. Поэтому нас каждый раз брали, задерживали в милицию, думали таким образом мы перестанем там находиться. Но продержали там час-другой, максимум три. Выпускали. Потому что ничего нельзя было сделать. Ну что, ничего не предъявишь. Мы делаем все на основании закона. И снова, и снова, и снова. Но я не помню, где-то уже, наверное, к 2000 году или 99 году они уже сделали этот закон, что нужно было покупать как бы разрешение у них. Мы не покупали разрешение, ходили туда, объясняли, что мы не коммерческая организация, что мы раздаем бесплатно, что это не реклама какая-то и так далее. Они говорили, ну, с одной стороны, да, вы как бы можете, но с другой стороны, понимаете, мы не можем вам разрешить, потому что многие появятся, которые будут без разрешения, которые не захотят покупать и так далее. и мы продолжали находиться в метро как бы все равно. Имели опять определенный какой-то, то есть нам не, ну, основания как бы нам запретить вроде опять нету, но и разрешить нам тоже не хотели. Вот. И мы имели какие-то определенные тоже такие трения. Ну, сегодня в Москве продолжают наши миссионеры раздавать и тоже иногда раздают в метро. Ну, по-разному бывает, знаете. Передходом метро там есть тоже ограничения, там площадь, которая, допустим, относится к метро, 5 метров, 10 метров, та часть, которая территорией метро. То есть за пределами, вот допустим, допустим, там плитка выложена, за пределами этой плитки ты можешь раздавать, но уже на этой плитке ты уже не можешь, потому что это уже территория метро. Но это все, что связано как бы с Москвой с метро. Где мы столкнулись еще такой с оппозицией от милиции, это был Днепропетровск. И все это было связано не и не из-за того, что как бы даже мы делаем что-то незаконное, а было связано из-за того, что местный раввин очень влиятельный человек там. Он очень богатый человек и как говорили, что он открывает двери ногой любого кабинета и так далее, и так далее. То есть он очень сильно воздействовал на власти для того, чтобы каким-то образом прекратить наши действия окончательно. Я скажу, что мы не имели регистрацию на тот момент в Днепропетровске и мы приехали туда по приглашению одной из церквей и они добились разрешения того, чтобы проводить такую уличную евангелизацию с нами вместе, то есть с нашим участием. И мы делали это на законном основании, но в результате власти как бы аннулировали это разрешение под давлением местного раввина. Но на протяжении двух недель мы все равно успели пораздавать литературу и последнюю третью неделю мы посещали людей по квартирам. Ну, потому что мы не могли стоять на улице из-за того, что власти аннулировали это разрешение. Но знаете, мы подчеркнули урок из этого, в результате чего мы тут же зарегистрировали всеукраинскую миссию еврея за Иисуса. И теперь мы имеем право в любом уголке Украины заниматься этим, раздавать литературу, свидетельствовать и так далее. И никто не может нам вообще запретить этого, потому что наша всеукраинская регистрация она дает нам на это право. если мы делаем конечно какие-то митинги или там парады и так далее, мы должны об этом официально предупредить власти. А в других случаях мы имеем право все остальное делать. Таким образом, теперь поговорим о еврейской оппозиции. нет, еврейская оппозиция. Мы уже затрагивали некоторые части еврейской оппозиции, да, мы говорили и о Лиге Маген, и о других каких-то еще, но сейчас мы чуть-чуть может быть подробнее поговорим. о них еще раз. Значит, бывают несколько типов, да, оппонентов со стороны евреев. Ну, во-первых, это религиозные оппоненты и чаще всего это Любавичи или Ядлхим. Такое движение. И также нерелигиозные и название Ядлхим, Ядлхим. Также Лига Маген можно сюда теперь добавить еще. Новая организация. Уже, конечно, не новая. И, знаете, с ними как бы мы проще в том отношении, что их сразу видно, да. Они одеты так, что, в принципе, вы можете понять, что это уже пришла оппозиция, да. Они ведут себя таким образом, что? как они одеты. Знаете, у меня есть немного съемки, я покажу вам. Значит, просто скажем так, у меня есть съемка Харьковской компании, и она показывает уже такую, знаете, такую вежливую оппозицию. Не такую, какая была в Киеве, или какая была в Днепропетровске с их стороны. Это Лига Маген. В Харькове они вели себя уже совершенно по-другому. Они просто приходили на то же место, где стояли вы, раздавали свои трактаты, старались у людей отобрать трактаты, которые вы давали, ну, то есть мы, которые давали, да. То есть мы раздавали братсайды, они раздавали свои трактаты вслед и старались отобрать наши трактаты. Это было как бы основное их действие, такое в Харькове. Такого вида была оппозиция. Я покажу вам потом фрагмент. Значит, нерелигиозные, знаете, это в принципе может выступить любой еврей, который нерелигиозен и который имеет просто определенные какие-то воспитательные, знаете, такие как я уже говорил, укорененные, знаете, с годами просто в головах нашего еврейского народа какие-то такие моменты связанные вообще с христианством и с Иисусом. Значит, мотивы их. Первое, они просто завидуют нам. Это правда. Когда Лига Моген была основана, знаете, они провели такую, ну, конференцию, да, скажем, конференцию с православной церковью в Москве. с лидерами православной церкви, да, и они обсуждали вопрос, как вообще избавиться просто от всякого вида верующих евреев в Иисуса. Каким образом можно это осуществить и сделать? Да, вы можете войти на сайт и посмотреть. Ну, есть этот Jewish.ru сайт, там есть и сохранились их архивы. Вот, или Лига Моген наберите, просто в интернете вы можете посмотреть. Вот, значит, одно из их обращений, например, к еврейским общинам заключалось таким образом. что евреи из-за Иисуса на одни только какие-то евангелиционные свои проекты тратят минимум по 5 миллионов долларов. Они собирают огромные там стадионы и огромное количество там людей для того, чтобы, ну, и среди них очень большое количество евреев. Они распространяют очень много литературы, распространяют видеоматериалы, книги и так далее. Это все они писали, обращаясь к еврейским общинам, за тем, чтобы еврейские общины их поддержали в том направлении, в котором они пытаются бороться с евреями за Иисуса, которые и, или другими движениями евреев, которые верят в Иисуса. и все это они описывали. Знаете, посмотреть вообще на их описание я скажу, что сами бы себе позавидовали бы. То есть, что конечно преувеличено, но то, что они пишут, на самом деле преувеличено даже. Обычная оппозиция хочет сказать наоборот, что мы делаем меньше что-то, так как обычно. Но в данном случае оппозиция хотела сказать о том, что мы наоборот делаем больше, чем мы делаем на самом деле. Может быть это просто для того, чтобы получить больше поддержки со стороны разных еврейских организаций, и для того, чтобы еврейские организации увидели больше опасность в нас. Они видят в нас угрозу врага подобного антисемитам. они видят в нас угрозу врага подобного антисемитам. И часто они говорят, что мы хуже фашистов, это их выражение, что мы хуже, чем какие-то антисемиты, потому что те явно как бы угрожают нашему народу, те явно оскорбляют наш народ, а мы говорим, что мы любим наш народ, но на самом деле мы хотим, чтобы все евреи перестали быть евреями. Поверив в Иисуса, чтобы они перестали быть евреями. это их идеология. Ну и также они выполняют в кавычках святое дело. Многие из них верят в то, что они делают, что это правильно. И знаете, я скажу, что хороший пример этому есть в Священном Писании, да, Рэбба Савву. Он думал, что он делает святое дело, когда он, помните, побивал церковь камнями, но в результате, когда Ишуа ему открылся, то он был направлен целеупрямленно для того, чтобы наоборот достигать евреев, чтобы они увидели, что Ишуа и есть обещанный Богом Мессия. Поэтому может быть многие сегодня точно как Рэбба Шау, да. Вот. А завтра возможно они повернутся и начнут следовать за Мессией и будут также агрессивно и активно проповедовать Его имя. Аминь. Их ресурсы материальные, различного рода литература, видео, публикации, газеты и все, что возможно здесь использовать. и также эмоциональные, это поддержка со стороны еврейских общин. Обычно знаете, как они действуют? Ну, например, трактаты, которые они раздавали вслед наших трактатов, они в себе несли такое объявление, что ни в коем случае не имейте дела с евреями за Иисуса. Не молитесь вместе с ними. Помните, что если вы с ними помолитесь, вы автоматически перестанете быть евреями. Вам будет запрещено быть похороненным на еврейском кладбище. Вам будет запрещено совершить алью в Израиль. Вам перестанут оказывать всякую материальную помощь. И знаете, для многих людей это звучало очень серьезно. И я скажу вам, что несмотря на все это, многие и многие евреи оставляли свои адреса, молились вместе с нами, и ничего их не смущало, что там предлагали и говорили. А некоторые даже были заинтересованы, что же такого страшного мы несем, что в результате они перестанут быть евреями или что-то еще. И у многих появлялся даже интерес в результате этого. Чтобы поинтересоваться, о чем же все-таки мы таком говорим. Сделаем перестанут.